Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу вам рассказать о номинации ИКАР-профи проекта ИКАР. Мы все с вами в курсе, что в этом году принят национальный проект образования в рамках майских указов президента. Основная цель этого, основное направление данного проекта – это профессиональная ориентация наших школьников. Мы с вами должны отойти от системы, учить ради предмета. Мы должны учить ребенка не ради физики, а ради математики, а мы должны готовить из него будущего работника наших предприятий. Причем желательно так, чтобы работники предприятия именно нашего региона, там, где в данный момент живет и учится ребенок. Это основная идеология данного проекта. В рамках этой идеологии уже 5 лет работает наш проект – «Инженерные кадры России» ИКАР. Те, кто с нами давно дружат, они знают, что 5 лет назад мы провели первые соревнования «Инженерные кадры ИКАР» в одной номинации. На сегодняшний момент это 5 номинаций. И сейчас в этом ролике я расскажу поэтапно, опишу каждую номинацию, но в целом остановлюсь на ИКАР-профи. Итак, первая номинация – это ИКАРенок. В ней участвуют дошколята. Основная задача этой номинации – это обучить детей, научить детей проектной деятельности. То есть ребенок должен написать свой регион, свое предприятие или еще какой-то проект сделать и защитить его. В этом основная цель данной номинации. Вторая номинация – это ИКАР-старт. Здесь, в этой номинации, дети рассказывают о своем регионе, о своих предприятиях, показывают и, играя, изучают свою малую родину. Третья номинация – это ИКАР-классик. Основная идеология данной номинации – как раз профессиональная ориентация. То есть ребенок, получая задание и осуществляет это задание, он делает некий механизм. Он учится и пишет инженерную книгу, как во всех номинациях. Он пишет инженерную книгу. Он связывается с предприятием, получает задание. Но на столе есть определенный стандарт. Следующий этап. Наш этап, о котором мы будем говорить – ИКАР-профи. Обращаю ваше внимание, что профи здесь в данный момент не идет от слова «профессионал». То есть, как вы некоторые воспринимаете, но это суперпрофессионал. Нет. Профи идет как раз от профессии, профориентации. Таким образом, ИКАР-профи нацелен как раз на национальный проект образования, на профессиональную ориентацию. Именно в этом основная задача соревнований ИКАР-профи. И эта идеология везде, во всем положении ИКАР-профи прослеживается. Вот здесь дается полная свобода действий. Но основная идеология – это проектирование своего предприятия. Не обязательно предприятие, которое находится в данном поселке, в данном городе. Может, в данном регионе. Но в целом, это должна быть практико-ориентированная номинация. Или практико-ориентированный проект. На котором ребенок показывает то предприятие, которое он изучает. Основные положения по ИКАР-профи, которые я хотел бы... Вы можете полностью прочитать на икар.вгос.рф полностью это положение. Но в данный момент я хочу остановиться на некоторых основных этапах этого положения. Итак, первое – поле, в отличие от других полей, размером 3х3. В данный момент это максимально возможные размеры, которые нам разрешат, дадут организаторы Професта, где дети могут полностью выложиться во всех своих фантазиях. То есть, поле, белое поле, 3х3. Что делают дети на данном поле, в принципе, ограничиваются только разумными пределами. Второе. В соревнованиях будет одна попытка. Но по 4 заготовки. Таким образом, нет необходимости делать 2 попытки. Не будет одна попытка, но эта попытка будет разбита на 4 своего рода попытки. То есть, 4 детали. Каждая деталь будет приносить свои баллы. Таким образом, мы чисто организационно свели на одну попытку сами соревнования. Третье. Оценивается срабатывание механизмов. И передача заготовки от одного механизма к другому. Каждый механизм приносит свои баллы. В приложении к положению можно посмотреть, сколько баллов приносит тот или иной механизм. Передача от одного механизма к другому приносит 5 баллов. Таким образом, в течение 4 попыток, каждый механизм может принести свою оценку, умноженную на 4. Если вдруг вы придумали какой-то механизм, который не оговорен в приложении, вы в заявке указываете на данный механизм, и экспертная группа, инженерная экспертная группа, дает оценку вашему механизму. Сколько баллов принесет данный механизм. Вам об этом сообщат. Теперь, в качестве примера из трех механизмов, я приведу разъяснение, как будут подсчитываться баллы. Итак, на поле три механизма. Условно говоря, каждый механизм условно приносит, допустим, по 10 баллов. Таким образом, три механизма при одном прогоне приносят 30 баллов. При передаче от одного механизма заготовки к другому механизму еще 5 баллов. Таким образом, максимально на поле три механизма с двумя передачами могут принести 65 баллов. Три механизма по 10 баллов 30 баллов. Две передачи это еще 10 баллов. И одна передача на финал 25 баллов. 65 баллов. Идут четыре заготовки. Каждый из этих заготовок приносит, условно говоря, максимум 65 баллов. Таким образом, общий прогон без ошибок. Сработали все механизмы. Сделали все передачи. Данный механизм могут принести 260 баллов. Если на одном из прогонов один из механизмов не сработал, не прошла удачная передача или еще что-то, соответственно, данные баллы вычитаются. Оценка каждого механизма можно посмотреть в приложении. Естественно, более сложные механизмы, такие, которые используют, условно говоря, компьютерное зрение или еще что-либо более сложное, они приносят большее количество баллов. Более примитивные механизмы, они приносят меньшее количество баллов. Если на механизме используется датчик, опять же в приложении так оговорено, каждый датчик приносит там свои определенные баллы. То есть это можно посмотреть в приложении. Еще раз повторюсь, если вдруг вы что-то придумали такое, что не указано в приложении, вы заранее сообщаете это экспертной комиссии, и экспертная комиссия оценивает, сколько баллов принесет тот или иной механизм. Следующее, оборудование. В приложении есть перечень оборудования, которые мы оговариваем, может участвовать в соревнованиях инженерной кадры СИИ и профи. Это не означает, что мы ограничиваем участников только этим оборудованием. Участники могут использовать другое оборудование, но оно обязательно должно относиться к категории промышленно изготовленных образовательных конструкторов. То есть это не должно быть какой-то самоделка или еще что-либо. Вот это условие, пожалуйста, еще раз перечитайте в положении. Если есть вопросы, то, пожалуйста, к нам задавайте. Но в заявке должно быть это оговорено. Заранее заявка подается, и мы оговариваем, подходит данное оборудование к разделу оборудования, участвующих в соревнованиях ИКР или нет. Следующая особенность. Заявка должна подаваться не позже, чем за две недели. Для того, чтобы экспертная группа могла оценить все механизмы, могла провести все баллы при удачном срабатывании всех механизмов. И вы, уже выходя на соревнования, будете знать примерную сумму баллов, которую вы можете набрать при удачном стечении обстоятельств при прогоне всех четырех заготовок. Но это что касается поля. Плюс еще идет инженерная книга, плюс еще соответствующее оформление. Вот коротенько я рассказал о соревнованиях ИКР-профи. Все вопросы, которые у вас появились, мы готовы на них ответить. Еще раз обращаю внимание, можете выйти на сайт икар.вгос.рф и задать там свои вопросы. Спасибо.